Радиопередача предназначена для слушателей старше 12 лет. Всем привет! На часах 13.30 это значит, что в эфире «Большая перемена». Центр творчества БУГУ, всем нам известный, принял участие в международной акции «Сад памяти». Коллектив театра танца не только показал несколько номеров, но и не смог остаться в стороне от самого мероприятия. О том, как Центр творчества помог увековечить память героев, сегодня в эфире «Большой перемены». У нас в гостях участницы акции «Сад памяти» Мария Арсентьева и Анна Логинова. Девочки, привет! Привет! Ведем эфир для вас Полина Савенко и Мария Полежаева. Мы начинаем. Девочки, расскажите немного о самой акции «Сад памяти», потому что мы, думаю, все про нее слышали. Она проходит сейчас и по всей стране, по всему миру. Сажают деревья, чтобы как-то это все увековечить. Расскажите о вашем участии и о том вообще, что это за акция. Ну, как сказала Полина, «Сад памяти» — это международная акция. Она проходит по всей стране, и также эта акция коснулась нашего города Иркутска. Мы участвовали в ней по приглашению на замете на одном из выступлений и пригласили наш коллектив для небольшой концертной программы. Ну и также нам предложили поучаствовать в самой акции, посадить дерево. И мы не могли остаться от этого в стороне и согласились. Как вы вообще отреагировали на такое приглашение? То есть это как-то волнительно или наоборот это как-то для вас такой хороший опыт, которого вы, может быть, даже ждали? Как для вас это? Нам на самом деле было очень интересно. Ребята с инстантизиазмом очень отнеслись к этому. Было весело. Ещё повезло было очень тепло, солнышко и вот. Какие номера вы представили вот на этой акции? Что вы станцевали? Мы представили два номера. Это «Казачий», которого премьера состоялась на «Студ весне». Этот номер очень просили. И также мы сами добавили номер в «Барыню» в концертную программу. А как-то вот дополнительно готовились или уже эти номера, они были готовы вот к «Студ весне» и так сказать по инерции уже выступили без особого какого-то напряжения, без подготовки? Ну вообще сейчас у нас идёт очень большой концертный график, поэтому у нас шли репетиции за репетицией, поэтому мы подошли к этому довольно спокойно. А почему именно эти номера вы выбрали? Ну вот один танец у вас прям попросили, чтобы вы его станцевали, а второй вы как-то сами выбирали или вам, может, ваши руководители подсказали? «Барыню» выбрала сама Марина Владимировна, наш руководитель, так как хотелось задействовать весь коллектив полноценно, потому что акция проходила во втором Иркутске, ехать далеко, и это был очень хороший опыт для всех ребят. А как это вот вообще происходило? То есть вначале была какая-то концертная программа, и уже потом вы переходили к посадке деревьев, правильно? Да, сначала была небольшая концертная программа, было небольшое открытие, где главные, кто проводил эту акцию, сказали небольшую речь, и также были небольшие номера, ну это всё заняло примерно минут где-то 40. А кто ещё участвовал? Какие-то ещё номера показывали или прям эксклюзивно театр танца? Были номера, которые, выступали коллективы, которые как раз занимаются на станции юных натрулистов. Именно там проходила вся акция, правильно? Да. Вы поучаствовали в посадке дерева. Расскажите, каково это? Был ли у вас подобный опыт уже до этого? Ну и какое дерево вы посадили, и вот как вообще это было? Сложно, несложно, волнительно? У меня был опыт, я уже участвую в этой акции третий год подряд. У ребят был первый опыт в участии этой акции. Дерево мы посадили яблонью, и посадили мы яблонью в честь дедушки Ани как раз. Расскажи немного об этом, вот каково это сажать дерево в честь своего предка? На самом деле это было очень волнительно, потому что я писала дедушке сочинения, очень много разговаривала со своим, ну, бабушкой, дедушкой о нём. Также там была фотовыставка, где я не заметила своего дедушки, но там было очень много разных, ну, как сказать... Портретов каких-то героев? Да, портретов старших поколений, участников самой акции. Затем нам выдали, ну, сам саженец и такой, как... В общем, всё необходимое для его посадили. Да, и выдали портрет самого моего дедушки, и также нашу фотографию с ней. Вот, я не ожидала этого увидеть. Этого я не... На самом деле очень... Было грустно, что я одна поучаствовала в этом, потому что никто из ребят не откликнулся на просьбу, ну, рассказать о своём родственнике. Вот, мой прадед Ильин Николай Васильевич родился в Саратовской области, в селе Новиковка. Родился он в 1903 году, и это, получается, отец моей бабушки по папиной линии. Ну, войну он встретил... Победу он встретил в Австрии, и уже вернулся домой к своей семье. Получается, прошёл всю войну? Да, прошёл всю войну. И теперь в Уртутске будет расти дерево в его честь, чтобы память о нём жила. Да, я сразу сфотографировала, то всё отправила родственникам, бабушке рассказала, они очень обрадовались. И поблагодарили за такую возможность, как бы, и дальше... Хранить его память. Хранить его память, да. Получается, именно его выбрали, потому что ты рассказала о своём прадеде, и таким образом решили, что будет очень здорово, если ты посадишь дерево в его честь. Я думаю, что это действительно прекрасно. Ну, это правда, это очень здорово. А расскажите, кто ещё принимал участие в этой акции? Насколько она была вообще масштабной? Может быть, какие-то объединения детские, юношеские, может быть, ветеранские какие-то организации? Вообще принять участие мог любой желающий в этой акции. Также из объединений, насколько я знаю, принимали участие движение первых Иркутское отделение. Ну, акция была очень масштабная, и было высажено, точно могу сказать, больше 20 деревьев. То есть вообще было много людей в тот момент, в тот день, там, именно на станции натуралистов? Да, было очень много. Также на станции юных натуралистов были и ветераны войны, которых также почествовали, подарили им цветы и памятные подарки. А занимался ли Центр творчества подобными... Ну, участвовал ли он в подобных мероприятиях до этого, или это вот именно первый опыт, когда вы не только вот выступили с такой вот патриотичной программой, но и поучаствовали непосредственно в посадке деревьев? Насколько мне известно, что это был довольно первый опыт. Надеюсь, он будет и дальше. Ну, вы сами хотели бы еще поучаствовать в будущем в подобных акциях? Мне кажется, да. Конечно, потому что это увыковечивает память, и чем больше мы помним, тем меньше самостоятельно повторится. Согласна. Я вот еще хотела узнать, Мария, расскажи, как ты раньше принимала участие, потому что ты сказала, что это уже не впервые для тебя участие в акции сад памяти. Где еще ты сажала деревья и как это было? Сажала я тоже на станции юных натуралистов. Моя мама работает там, и, в принципе, это была идея ее, и я только поддержала как раз. А довелось посмотреть на твои деревья, которые ты сажала раньше, или вот не успела как-то вот занята выступлением и посадкой нового дерева? Ну так, мельком взглянула, у нас там уже растет вишня, такая красивая. То есть они прижились, все красиво, все растет. А вот к этому дереву, которое вы посадили вот на этой акции, вы планируете как-то возвращаться, может быть, ухаживать за ним? Вообще, нужна ли ему забота вот на всем пути его роста? Ну, вообще, на станции юных натуралистов есть работники, которые занимаются этим, и нам бы очень хотелось на самом деле увидеть, какое это дерево вырастет через лет 5-10. Ну, я думаю, что вы вполне сможете через 5-10 лет приехать туда со своими, может быть, детьми, и показать им это дерево, и я думаю, что для Анны это будет особенно важно, вот такое вот дерево, которое напоминает о родном человеке. Может быть, даже хотелось бы с семьей туда вернуться. Да, очень хотелось бы, хотелось бы делать фотографии, знаете, через определенные периоды, чтобы увидеть, ну, как... Рост. Увидеть рост, да, увидеть прогресс. А какой еще патриотической деятельностью занимается ваш коллектив и в целом центр творчества? Ну, и, может быть, вы вне студенчества своей жизни тоже, может быть, занимаетесь чем-то подобным? Ну, наш коллектив уже третий год подряд принимает участие в концертной программе фестиваля «Наша победа». Это большое мероприятие в нашем ВУЗе, и нам всегда приятно и радостно выступать на сцене перед командами, и очень приятно. В целом, вот, о патриотической деятельности хотела вот узнать ваше мнение. Как вы считаете, насколько важны подобные акции, как Сад памяти, и в целом, вот, вся деятельность, в том числе и Центра творчества по патриотической вот этой направленности, насколько это важно и насколько это влияет на людей? Мне кажется, это важно, потому что это сохраняет память о наших родственниках, которые воевали, которые боролись за то, чтобы у нас было спокойное время, спокойное время, мир над головой. И такие акции помогают сохранять память об этих событиях, и из этого всегда можно излечь уроки и делать наш мир только лучше. А какие у коллектива есть планы на ближайшее время, не только по участию в подобных каких-то патриотических мероприятиях, но вот вообще, то есть, сейчас лето, многие студенты поедут домой, но я знаю, что все равно у вас продолжится какая-то работа, какая-то деятельность. Вот расскажите, что вы будете делать в ближайшее время? Ну, сезон у нас не заканчивается, мы продолжаем также работать, у нас идут репетиции. По ближайшим, что я могу сказать, ближайшее мероприятие – это студенческий бал, который будет у нас завтра. Также в июне у нас планируется конкурс, но про это я пока не особо могу говорить. А насчет студенческого бала, может быть, уже можно приоткрыть небольшую завесу, что мы увидим завтра от Театра танца? Ну, увидим мы возвращение старого номера «Скомарохи», как раз поскольку тема студенческого бала – это цирк, веселье, и, конечно, возвращается на сцену номер «Скомарохи» веселый, задорный. Я думаю, что это очередная причина пойти завтра на бал и посмотреть, каково это будет. Да, так что приглашаем всех еще и на бал, ну и приглашаем всех также участвовать в подобных акциях. Давайте вот еще немножко о ней поговорим. Это же не только акция, которая призвана увековечить память героев, память ветеранов. Это еще и такая, знаете, экологически положительная акция, потому что, ну, деревья – это всегда хорошо. Вот как вы считаете, какие можно еще подобные акции, которые вот объединяли бы в себе вот это все, проводить у нас в Иркутске, в которых вы бы хотели сами поучаствовать? Довольно сложный вопрос. Наверное, вообще мы рады за любое выступление и возможность проявить себя на сцене. Но и также важно заниматься экологией, потому что Иркутск – это место с уникальной фауной и природой, которую важно сохранять и популяризировать. А как, на ваш взгляд, сочетается искусство и вот подобные какие-то акции? Потому что, на самом деле, ну, привычное понимание, что искусство – это просто творчество, это одна стезя и совершенно другое – это вот уже патриотическая деятельность. Но, тем не менее, сейчас мы часто совмещаем подобные направления, потому что искусство в некотором смысле помогает доносить какие-то послания до людей. Вот как вы считаете, сила вашего искусства, она помогает людям что-то осознать? Мне кажется, да, искусство всегда может привлечь к чему-то хорошему, чему-то научить и вдохновить людей на лучшее свершение своей жизни. И вообще любое искусство – это про красоту, про эстетику, про изящество. Ну, и искусство, оно может быть ещё и связью между поколениями, как раз-таки, вот вы здесь уже упоминали концерт Победы, то есть вот эта вот акция, фестиваль Победы, наша Победа, который идёт уже несколько лет, и там как раз-таки про связь между поколениями через творчество. Вот расскажите вот ещё об этом. Вы участвовали, я так понимаю, уже не первый раз в этом. Каково это, как вообще вы оцениваете важность этого события, этого мероприятия? Да, мы участвовали уже третий год подряд, и важно помнить, конечно, о таких важных моментах нашей истории. Нам очень приятно, что нас приглашают на такие мероприятия, и мне кажется, что это, как ни что иное, объединяет людей, потому что наши предки, они стали всей страной над защитой Родины. И также мы сейчас объединяемся, чтобы помнить, чтобы передавать будущим поколениям, чтобы чтить память, как уже было сказано ранее. Ну и вот я видела фотографию, собственно, сада памяти. Вы там в таких народных, можно сказать, костюмах выступаете. Получается, ваши оба танца, они именно такой народной направленности, правильно? Да, наша основная, в принципе, деятельность – это как раз народный танец нашего коллектива. Вот у меня возник вопрос, когда я увидела эту фотографию, я думаю, надеюсь, хоть время переодеться было, или прямо в народных костюмах сажали деревья? Нет, мы со скоростью света всё снимали, переодевались. У нас даже между номерами было очень мало времени, это просто забежали, сняли, выбежали, станцевали. А то есть ещё были разные костюмы для разных направлений? Да, конечно. Расскажите немножко о них, вот не о костюмах, а о выступлениях. Вообще, какая задумка, может быть, какой-то там есть такое, какой-то сюжет в этих номерах, немножко о них, что они себя представляют? Для тех, у кого не удалось видеть ни на студенческой весне, ни пока что до сих пор номера, расскажите о них немножко. Ну, первый номер, который был у нас на выступлении – это «Казачий». Довольно очень интересное направление в плане того, что мы такое раньше, в принципе, не танцевали. «Казачий» – довольно очень сложный номер, потому что там очень довольно много трюков. У нас мальчики, четыре мальчика в раз прыгают в разножку. В это время девочки делают вращения. И довольно очень яркий, красивый номер. Второй номер – это у нас «Барыня». Он уже второй сезон у нас в репертуаре. Он довольно очень известный в городе. Мы часто именно с «Барыней» выступаем на многих городских мероприятиях, в частности, в доме молодёжи. И этот номер, он более такой, так сказать, яркий, просто про праздник, про веселье на деревне. А ещё мы знаем, что возле этого дерева, помимо фотографии героя, память которого вы увековечили, есть ещё такой, скажем так, бейджик, табличка с тем, кто это дерево высаживал. Вот на этой табличке и написано прям «Центр творчества БГУ» или как? На этой табличке написан именно «Театр танца БГУ», потому что именно наш коллектив его осадил. Ну это такая даже честь, я бы сказала, что вот вы и дерево посадили, и память увековечили. Причём не только героя, но и своё отчасти. Свой вклад. Это очень здорово. Ну и давайте такой вот заключительный вопрос. Вы поучаствовали в этой акции, вы поучаствовали уже во многих подобных других мероприятиях. Посоветовали бы вы своим ровесникам, своим одногруппникам, может быть, друзьям тоже принять участие в какой-то подобной акции? И почему это важно? Вот помнить об этом и участвовать в этом всячески. Я бы посоветовала, потому что это, во-первых, очень интересный опыт, который позволяет, в принципе, разнообразить свою рутину. И это очередной способ хоть как-то сделать что-то хорошее в этом мире. По-моему, очень здорово. Ну, мы тоже призываем всех участвовать в подобных акциях, высаживать деревья, заботиться об экологии, помнить о героях и всячески увековечивать их память и передавать её из поколения в поколение. Ну, также приглашаем всех на завтрашний студенческий бал, на котором мы сможем увидеть наших сегодняшних гостей и многие другие номера. Ну, я напоминаю, что у нас в гостях были Мария Арсентьева и Анна Логинова, участницы акции «Сад памяти», на котором Центр творчества БУГУ, а именно Театр танца, не только показали свои выступления, но и сами высадили дерево и увековечили память героя. Причём очень важного героя, вполне конкретного, вполне известного. И теперь эта память будет со всем коллективом, со всем университетом и со всем городом. Спасибо большое, что вы вообще занимаетесь такой деятельностью. Спасибо, что пришли к нам сегодня в гости. И спасибо всем нашим слушателям и зрителям. Следите за нами в соцсетях и слушайте boomdefisradio.ru. Всем пока.